17 июня в Даугуповском центре гончарного искусства открылась памятная выставка работ Даугуповского скульптора, графика и художника Елены Волковой «Соль земли», автора многих скульптур, украшающих наш город. На выставке представлены скульптуры из мрамора, гипса, бронзы, дерева, гранита и бетона, а также графика. Куратором данной выставки выступил сын художницы Дмитрия Кимчук, который презентовал наследство своей матери. Остальные работы доставлены из фондов Даугуповского краеведческого и художественного музея. Елена Волкова – уроженка Валмеры, но с 1977 года вся ее жизнь была связана с Даугупилсом. Она успешно закончила Латвийскую академию художеств по специальности «Монументальная скульптура», отличилась многими наградами. В нашем городе она создала множество работ, например, «Латгалия. Мы твои дети», которые расположены около основной школы Сасканес, а также художественные объекты в саду-скульптуру собора Святого Петра в Веригах. Многие скульптуры Елены Волковой находятся в фондах латвийских музеев, а также в частных коллекциях. К сожалению, некоторые интересные уличные скульптуры были испорчены вандалами в 90-х годах. Елена всегда активно участвовала в творческой жизни Даугупилса, хотя часть ее идей так и не была воплощена. Когда приехала в город, она первым образом посмотрела, что в городе, ну, катастрофически не хватает декоративной скульптуры. Очень много памятников разным, ну, нашим руководителям и там всяким памятным датам. Скульптур, украшающих город, нет практически. Ну, сейчас я смотрю, что в городе просто очень много мест, просто, ну, город расцветает. У нас куча променадов, у нас хорошо организованное красивое место около Губища, где просто можно ставить любую скульптуру. Мечта моей матери была когда-нибудь перевести Сасканис парк, вот этот скульптуры, в тот материал, который был задуман изначально. Это львовский песчаник, потому что наследие, ну, по моему такому наблюдению, ну, лет через 10 этих скульптур просто не будет, они разрушатся. Сын Елены Волковой, а также многие творческие люди города выражают надежду, что наследие скульптора не будет забыто. Уже имеются планы по реставрации конкретных объектов. А пока все желающие приглашаются на посещение данной выставки, которая доступна в Центре гончарного искусства до 27 августа. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгоповской городской думы.